В этой лаборатории, как на военном объекте, вход ограничены только в защитных костюмах. В стеклянных пробирках самое ценное, уникальные семена. Как утверждают агрономы, эти абрикосы, персики и черешня смогут вырасти в любом Челябинском саду. Абрикос незимостойкий уже рано пробуждается. И вот он ломал голову, как это преодолеть, и абсолютно нашел нетривиальный подход. Взял мальжурский абрикос, зимостойкий, рано пробуждается, который после рано пробуждения гибнет, попадает под морозы. И абсолютно незимостойкий, но очень поздно пробуждающий среднеазиатский сорт. И соединил их. Получил сорт саратовский рубин на сегодняшний день, непревзойденный абсолютно по зимостойкости. Уже 10 лет компания «Сады России» скрещивает и создает новые сорта овощей, фруктов и цветов. Ученые уже вывели более тысячи разновидностей сливы, вишни, винограда, картофеля, лука и чеснока. Задача номер один сегодня – приручить куральскому климату южные культуры. Для этого нужен большой кредит. Губернатор пообещал помочь. Сейчас мы будем смотреть, считать, нам предоставят бизнес-план для того, чтобы область оказала свое содействие. Какое может содействие область оказать в виде поручительства под кредит? Мы считаем это направление очень перспективным. Попросил подарить мне одну веточку абрикоса, посажу у себя в огороде, если вырастет, то будем есть абрикосы. Экскурсия продолжилась на грядках. Главе региона показали тюльпаны, десятки видов роз, фиалок и петуний. Основатель компании Владимир Степанов разработал целый план по озеленению городов. Вместо тополей, карагача и бархатцев на улицах Челябинска могут появиться совсем другие растения. Жасмин садовый, зимостойкий, вступает в цветение. Тоже много видов, много сортов этого растения. Он страшно декоративный. Розы в разных ипостасях сортов очень много. Роза красиво цветет. И дальше цветущая гортензия. Из теплиц Михаил Юревич уходит не с пустыми руками. Нам удалось узнать, что же вручили главе региона. Точно такую же корзину презентовали губернатору Михаилу Юревичу. Здесь саженцы винограда и розы фламентанца. В компании Сады России утверждают, что при грамотном подходе эти растения могут появиться в огороде любого уральского садовода. Не забывают в компании и о традиционных массовых культурах. И модернизируют производство. Прямо на наших глазах итальянский агрегат автоматически создает рассаду капусты. На линии трудится 4 человека. Для работы вручную требовалось 300 рабочих. Сэкономленные средства тратят на почтовую рассылку. Сегодня семена и саженцы из Челябинска получают 800 тысяч россиян. От Калининграда до Командорских островов. Кирилл Солодков, Андрей Антонов, ОТВ.